Улицы Карабулака, Фрунзы, Пушкина, Зязикова, Промысловая, Балкоева, Нефтяная, Рабочая, Градусово. Пять из них начнут благоустраивать до конца 2022 года. Ну а какие именно, зависит от горожан, точнее от количества их голосов. Чтобы определить судьбу общественных территорий, с учетом мнения жителей, проводится рейтинговое голосование. Участвовать могут все желающие от 14 лет. А лидирует пока среди участвующих улица Зязикова более полутора тысяч голосов. Неудивительно, ведь она расположена в центре города и здесь сосредоточены социально значимые объекты – школа, центральная мечеть. Впрочем, местные до сих пор активно продолжают голосовать за объекты благоустройства. Сделать свой выбор впервые так легко и просто в режиме онлайн, сидя дома или на лавочке, как сейчас это делает София Хамхоева со своими подругами. Я рада, что мнения жителей при благоустройстве учитывают. Я хочу, чтобы на каждой улице были лавочки, чтобы улицы были сами чистые, было освещение. Благоустройство территории предполагают новые дороги, малые архитектурные формы, лавочки, урны, освещение, озеленение и не только. С момента объявления о рейтинговом голосовании не прекращают агитационную работу местные власти. Они сейчас знакомят горожан с преимуществами новых условий, с возможностями самим определять будущее своего города. Всего в Карабулаке проголосовало более 4 тысяч человек. Среди трех лидеров, помимо улицы Зязикова, еще и Балкоева, где в скором времени планируется строительство городской поликлиники. А на улице Пушкина в районе Новостроек расположилась новая школа на 720 мест. Неподалеку детский сад. Жители рассчитывают на благоустройство этой территории. Ведь здесь пока еще нет асфальтированной дороги, тротуаров, освещения. Одано более 700 голосов. Преобразования общественных территорий пройдут в рамках программы формирования комфортной городской среды. После завершения голосований, после того, как уже будут определены победители, мы уже начнем работу по изготовлению самих дизайн-проектов. И после этого уже эти дизайн-проекты также будут на общественных комиссиях, которые созданы при муниципалитетах, они будут уже отбирать непосредственно сами дизайн-проекты. Продолжают подключаться к голосованию и жители Яндари. Здесь болеют за будущее улицы Мальсагова. На ней расположены практически все социально значимые объекты поселения. Местная администрация, центральная мечеть, почта, МФЦ, детский сад, две школы, ХОК. Завершается строительство в Медресе. Общая протяженность более 4 километров. Территория давно нуждается в благоустройстве. Из-за федеральной дороги, которую делают, у нас получается все грузовые машины, все поток пойдет по этой улице, потому что там ограждение все закрыло. Сейчас это полностью перейдет на эту улицу. А здесь у нас дорога, как мы видим, это, наверное, лет 25, как это лежит. Это все пробоины. Тут мы хотим асфальт проложить и тротуары. Очень, вот почему? Потому что две школы, ХОК, детский сад, это дети. И по этой улице они добираются. Голосов набралось немного, около трех тысяч. Помимо улицы Мальсагова в Яндаре, от Назрановского района в рейтинговом голосовании участвует еще и Мерешкова в Кантышеве. Правда, лидирует пока последняя. Но жители сельского поселения Яндаре не теряют надежду на победу, ведь подводить итоги еще рано. Администрация Назрановского района проявила высокую активность в информировании населения о всех тонкостях проведения голосования. Был проведен большой объем работы со школьниками. Они, кстати, больше других выразили заинтересованность в определении судьбы объектов благоустройства. Ну а у всех, кто не успел, еще есть время сделать свой выбор. Голосование продлится до 30 мая включительно. Диана Дударова, Асхабилла Киев, Новости 24.